Павильон, где был представлен новый сорт клубники, оказался одним из самых посещаемых. Ягоды с размером с яйцо поразили многих участников выставки. Основатель компании Алишер Хадыркулов поделился своей историей. Ранее он работал за границей как мигрант, но впоследствии вернулся на родину и решил заняться земледелием. В настоящее время у него на управлении около 500 гектаров земли, где произрастает клубника. Кроме того, он активно создаёт новые рабочие места, способствуя уменьшению потока мигрантов. Активная технология выращивания клубники – это нововведение для Кыргызстана. С одного гектара удается собрать до 15 тонн ягод. Мы активно экспортируем клубнику в Казахстан и Россию, где цены на неё достаточно хорошие – 200-300 сомов за килограмм. В настоящее время наши сорта клубники успешно выращивают во всех семи областях страны. Мы регулярно организуем семинары, на которых делимся знаниями и секретами по выращиванию этой ягоды. И что особенно важно, уже более 300 семей вернулись из-за границы и успешно трудятся на своей родине. Мы гордимся, что наш вклад способствует снижению потока мигрантов. Это уже третья по счёту выставка, которая проходит в центре столицы, где представлены новейшие мировые образцы сельхозтехники, оборудование перерабатывающей промышленности, новых инновационных технологий, сорта семян, виды удобрений, ветеринарных препаратов, средства защиты растений, агрохимикатов, пород племенных животных и других сельскохозяйственных товаров. Наша компания заключила эксклюзивный договор. Официальный представитель самого, мы можем сказать с уверенностью о том, что самый большой производитель сельскохозяйственной техники в Китайской Народной Республике. Это компания «Зумлион». Мы в этом году уже начали импортировать трактора и другие сельскохозяйственные техники с этого завода. Эту технику предоставляем прямым путём, мы можем продать, либо через Айлбанк и РСК-банк путём лизинга. В ярмарке Алтынкусь традиционно принимают участие садоводы, фермеры, предприятия, пищевой и перерабатывающей промышленности. «Это чистый горный мёд. В его составе нет антибиотиков, сахара, крахмала и различных добавок. Весь товар сертифицирован. Мы добываем его в Государственном природном парке Аллатай. Участие в этой ежегодной выставке оказывается чрезвычайно полезным для нас как производителей. Здесь мы представляем нашу продукцию, тут же продаём и находим оптовых покупателей для нашего мёда». Агропромышленную выставку посетил также председатель Кабинета министров Ахлбек Джапаров. Глава Кабмина ознакомился с представленной продукцией и отметил, что выставка является ключевой площадкой для обмена профессиональным опытом между аграриями и способствует экономическому подъёму отдельно взятых предприятий и всей сельхозотрасли в целом. А уже в ходе торжественной церемонии, приуроченной ко дню работников агропромышленного комплекса, Ахлбек Джапаров отметил, что сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики страны и самой необходимой и важной отраслью в мире. Глава Кабмина также добавил, что в целях поддержки сельского сектора страны на его развитие государствам за последние два года предусмотрены более 43 миллиарда сомов, из которых уже выделены более 28 миллиардов. «На ирригацию выделено 2 миллиарда сомов, в следующем году предусмотрено выделение ещё одного миллиарда сомов. При этом проблема с водой обостряется с каждым годом. Кроме того, полтора миллиарда сомов выделено на обеспечение фермеров семенами, миллиард сомов на удобрение, миллиард сомов на лизинг и ещё один миллиард сомов на ГСМ. Более 24 миллиард сомов выделены агропромышленному комплексу в виде льготных кредитов на два года». Глава Кабмина также добавил, что переход на капельное орошение и дождевое орошение является необходимостью, и что государство будет оказывать поддержку фермерам, которые будут использовать технологии капельного орошения. Им будут предоставлены низкие кредиты и земельные ресурсы. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса «Мыхты Чарбакер», организованного Министерством сельского хозяйства.